Привет, любители хоккея! Вы попали на самый хоккейный канал Баттер Хоккей. Сегодня делаем обзор третьего матча Колорадо-Эвиланш-Эдмонтон-Ойлиос. Погнали! Первое изменение счета происходит уже на 38 секунде первого периода. Конор Макдэвид подбирает шайбу и забивает ее в ворота Колорадо. Счет становится 1-0 в пользу Эдмонтона. Ну а мы едем дальше. Но Валерий Нечушкин просто так Эдмонтон не отпустит, поэтому забивает первую шайбу на 16-й минуте. Эта шайба не обошлась без доли везения. Нечушкин попадает в клюшку защитника, а от него забивает ворота. Счет становится 1-1, но и больше заброшенных шайб в первом периоде не было, поэтому движемся дальше. Но прежде чем мы это сделаем, хотелось бы напомнить, что на этом канале выходит обзор матча НХЛ каждый день, поэтому не забудь подписаться. Во втором периоде первое изменение счета происходит на 4-й минуте 37-й секунде. И угадайте, кто забил. Валерий Нечушкин забивает вторую шайбу в этом матче. Как же он быстро подстроился под эту шайбу. Он просто на своих руках тащит Колорадо в финал. Но Эдмонтон просто так не сдается и на 7-й минуте 34-й секунде забивает свою вторую шайбу. Райан Маклиот пробегает через все поле и забивает очень важную шайбу для Эдмонтона. Счет становится 2-2 и игра начинается заново. Но за 7 минут до конца матча Джетти Комфер убегает от защитника и забивает еще одну шайбу для Колорадо. Он просто выцарапывает у защитника эту шайбу и прошивает Майка Смита. Счет становится 3-2 в пользу Колорадо. После этой шайбы, как бы ни старался Эдмонтон, у них не получается отыграться. И Колорадо забивает четвертую шайбу, но уже в пустые ворота. Окончательный счет матча становится 4-2 в пользу Колорадо. Ну а счет в серии становится 3-0 также в пользу Колорадо. Как вы считаете, Колорадо станут чемпионами Кубка Стэнли или нет? Напишите в комментариях. Ставь лайк этому видео, если понравилось. Ну а мы надолго не прощаемся. С вами был Баттер Хоккей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok